По своей природе люди близки друг к другу, по своим привычкам люди далеки друг от друга, считал китайский мудрец Конфуций. В чём состоит уникальность китайской цивилизации? Какие изобретения древних китайцев до сих пор успешно служат человечеству? Во главе объединённого китайского государства стоял император. Его власть была неограниченной. Считалось, что он имеет божественное происхождение и является сыном неба. Небо для китайцев было главным божеством, поэтому своё государство китайцы называли Поднебесной империей. Китайское общество было разделено на ранги или чины. Принадлежащие к определённому рангу люди имели чётко обозначенные права и обязанности. Ранг передавался по наследству. Его можно было повысить за заслуги перед государством и за денежную плату. Китайские крестьяне жили родовыми общинами, состоявшими из больших семей. Община получала от государства землю, которую она обрабатывала. За это часть урожая земледельцы отдавали государству. Жизнь свободного китайского земледельца была трудной, но положение рабов ещё хуже. Многие земледельцы попадали в рабство. Для этого достаточно было вовремя не отдать долг, не заплатить налог. Голод приводил к тому, что родители продавали в рабство своих детей, чтобы прокормить семью. Государство превращало в рабов не только осуждённых, но и их семьи. Раба можно было узнать по клейму на лице и стриженной голове. Один из наиболее известных древнекитайских мыслителей – это Конфуций. Он открыл специальную школу, где молодёжь приобретала знания и училась хорошему поведению. Идеи Конфуция легли в основу жизни китайского общества. Его учение, конфуцианство, требовало, чтобы люди поклонялись богам, придерживались старых обычаев, почитали предков и старших. Каждая китайская семья имела посвящённый предкам храм. Почтительность к предкам стала основой жизни китайского общества. Государство, по мнению Конфуции, должно строиться как большая семья. Как слово отца – закон для всей семьи, так и приказ императора – закон для всей страны. Вскоре конфуцианство стало государственной религией. Китайцы создали свою письменность, которую используют иероглифы. Первые известные записи относятся к середине второго тысячелетия до нашей эры. Каждый знак на письме обозначало целое письмо. Это очень трудная система письма. Для того, чтобы её освоить, надо было учиться много лет. Китайцы ценили людей, которые были грамотными и могли красиво писать иероглифы. Возникло и целое искусство каллиграфии – написание иероглифов тушью с помощью кисточки. Самые древние надписи были сделаны на костях животных. Потом начали писать на дощечках из бамбука. Но такие книги были очень тяжёлыми. Опытным каллиграфистам позволяли писать на дорогостоящем шёлке. В первом веке до нашей эры китайцы изобрели дешёвую лёгкую бумагу, которую изготавливали из древесины и тряпок. В Китае очень любили поэзию. До нас дошло много поэтических сборников. Обычно стихи читались под музыку. С тех далёких времён сохранилось выражение. Слова могут обмануть, люги могут прикидываться, только музыка не может лгать. Самыми нужными в повседневной жизни были математика и астрономия. Китайские учёные создали лунно-солнечный календарь и довольно точно вычислили время солнечного года – 365 и четверть дня. Они знали 783 звезды. Астрономические знания широко использовали в сельском хозяйстве. Древнее происхождение имеет китайская медицина. Известные сейчас во всём мире иглоукалывания открыли китайцы. В основу этого метода легло учение о том, что разные точки на теле человека связаны с внутренними органами. Воздействуя на такую точку иголкой, можно лечить и сами внутренние органы. Напиток из чайных листьев, известный нам как чай, использовали как лекарство, прогоняющее усталость и продлевающее жизнь. Знания китайских купцов, побывавших во многих странах, являлись основой первых географических сочинений. Для длительных путешествий по морям и пустыням китайцы изобрели компас. В горных районах часто происходили землетрясения. Чтобы быстрее узнавать о них, в Древнем Китае был изобретён прибор для определения колебаний земной поверхности. Китайцы известны также и тем, что изобрели порох и арбалет – боевое оружие. Таким образом, общество Древнего Китая делилось на ранги. Во главе государства стоял император. Государственной религией Китая было конфуцианство. Китайцы создали свою иероглифическую письменность. Древнекитайская цивилизация подарила миру множество открытий и изобретений – шёлк, чай, бумагу, компас, иглоукалывание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова